«Не зайдёшь ко мне, деточка!» – проскрепел вкратчивый старческий голосок. «Хотя бы на несколько минут! Чайку попить с блинчиками!» «Что?» – белобрысая девчонка, десяти лет от роду, испуганно остановилась и сжала в руках телефон. На лестничной площадке пятого этажа возле открытой двери стояла старуха. Пара старушечьих глаз сверлила юную школьницу хищным взглядом. Та, которая столь неожиданно пригласила войти в квартиру, тяжело дышала, и зловещая улыбка не сходила с её по-настоящему тощего лица. «Заходи, деточка! Я так тоскую!» За дверью в коридоре зияла сущая темнота. «Извините!» – быстро нашлась девчонка. «Никак не могу! Нужно... Мне нужно как можно скорее дописать уроки, потому что я уже договорилась встретиться с подругой!» «Не беда!» – улыбнулась старушка, оскалив жёлтые клыки. «Зайдёте ко мне вдвоём! Одиноко мне очень!» «Я... Я подумаю!» После этих слов девчонка поднялась на девятый этаж за считанные секунды. Уже дома, приведя своё дыхание в норму, девочка расспросила у матери о старушке, которую раньше никогда не встречала. «Ты о Зое Владимировне? Не странно, что ты её никогда не видела. Она ведь только два месяца назад сюда переехала. Почему ты не зашла к ней? Ей было бы очень приятно!» «Она меня испугала!» – честно призналась девчонка. Мама улыбнулась. «Ничего! Как-нибудь вдвоём зайдём к ней! Купим что-нибудь! Одиноким старикам нужно помогать! Тем более, ни дети, ни внуки её не навещают!» Ещё не раз Лиза встречала старушку, которая то и дело приглашала к себе в гости на чай. Но Лиза постоянно находила отговорки. И мамина как-нибудь тоже не наступила. Оно и к лучшему. Почему? Сейчас узнаете! Одним утром Лиза проснулась с ощущением полного счастья в груди. Наступили летние каникулы. Она, даже не позавтракав, прыгнула в лёгкое платьице и побежала по лестнице вниз, поскорее на улицу, к друзьям. Но на пятом этаже её внимание привлёк шум, доносящийся из 37-й квартиры той самой старушки. Подоспели соседи. «Что случилось?» Полушёпотом спросила женщина с бегуди на голове. «Ой, лучше не спрашивай!» Ответила другая женщина. Краешком кухонного фартука она смахнула слезу. «Бабушка эта, Зоя Владимировна, человеческим мясом увлекается. Привела к себе мальчика из соседнего подъезда. Ничего от него не осталось. Совсем ничего». Из квартиры вышли двое мужчин в полицейской форме. Они вели под руки улыбающуюся старушку. «О, деточка!» Среди всех испуганных лиц жителей дома, старушка заметила одно знакомое личико. «Ты ведь ещё как-нибудь навестишь меня?»